Этим летом в библиотеке имени Пушкина проходит целая серия мероприятий для школьников. Одним из них стал профпрактикум под названием «Что нам стоит город построить?». Это часть проекта «Это мой город, это твой город», который выиграл гарант конкурса «Православная инициатива». Проект получился по-настоящему семейным. Он создан для ребят начальной и средней школы, а также их родителей. По сути, это интерактивная встреча с представителем департамента городского хозяйства. И интерактивность заключается в том, что мы обязательно поговорим о том, кто же занимается благоустройством нашего города, тем, чтобы в городе всем людям было уютно, комфортно, чтобы было чисто и красиво у нас. Ребята пробовали отгадать рабочие профессии по их описанию. Таксистом? Или? Водителем автобуса. Водителем автобуса. Далее ребят ждали четыре площадки. На каждой была представлена профессия, связанная с благоустройством города. У нас будет площадка строителей, которая будет обсуждать непосредственно строительные профессии, даже строить свои домики. Профессия дорожных рабочих, потому что дороги всегда в России тема очень важная. Есть площадка озеленителей и площадка слесаря. Слесарные работы у нас тоже очень важны. Школьники получили возможность сделать что-то своими руками, а затем собрали результаты своих трудов в импровизированном городе будущего. Возможно, именно сегодня кто-то из ребят искренне заинтересовался в одной из профессий. И в будущем выберет именно ее. То есть задача нашего проекта и наших мероприятий еще и сделать так, чтобы ребята задумались о том, как важно быть активными гражданами, активно помогать окружающему городу, беречь его, сохранять чистоту. Завершив работу, дети с радостью делились впечатлениями от проведенного времени. Я сюда пришел в библиотеку, чтобы построить дома, попробовать новые работы. Работы были такие. Работы связаны со строительством. Был маляр, маляр-штукатурщик, были каменщики и укладчики. А также вместе со всеми детьми мы построили большой город. Мне очень сильно понравилось. Обязательно сюда приду еще раз. Делал дорожные знаки, делал пешеходный переход и рисовал дорогу. Мне очень понравилось. Я еще раз сюда приду. В рамках предоставленного гранта детская библиотека получила в свое распоряжение интерактивный пол и микроскопы для новых экспериментальных мастерских. В ближайшем будущем планируются творческие интерактивные площадки, посвященные МЧС и ГАИ. В библиотеке будут рады сотрудникам этих структур. Планируется, что мастер-классы будут проходить в течение всего лета.